Эфран это второй по размерам, внимание, горнолыжный курорт, расположенный в горах Среднего Атласа. Да, здесь бывает много снега. Пейзажи схожи с альпийским, а сервис и инфраструктура не уступают знаменитым европейским горнолыжным курортам. При цене на прокат лыж на целый день всего в 5 евро. Городок шокирует своей непохожестью на страну Магриба. Чистота, зелень, опрятные домики, кафе и круассаны. Ну, Швейцария. Злой на языках экскурсовод сказал, что это деньги чиновникам, которым король запрещает держать их за границей. Небольшая остановка в Бени-Милаль для посещения источника Каз-Айм Ассер-Дун. Итак, кульминация поездки. Четвертый имперский город Марракеш. Город очень большой и разноплановый. Прибываем в самый центр, на самый красочный рынок Марокко. Знаменитую площадь Джамаа Аль-Фуна. Это театр про открытый небо. В йоге заклинатели змеи, знахари, колдуны, торговцы фруктами и пряностями. Жулики всех мастей. Главная задача вытрясть и деньги из толп туристов. Потом окажется, что в городе есть шикарные проспекты с пальмами и бутиками и прочие столичные атрибуты. Парк Мажорель был создан в 1923 году поселившимся в Марракеше французским художником-ориенталистом Жаком Мажорелем. В 1980-м парк был приобретен французским модельером Евсен Лораном со своим партнером. В 2008 году, после смерти Сен Лорана, его праг был рассеян здесь, в саду Роса, в присутствии работников парка. Затем нам предстоял переезд в Акадир для заслуженного пляжного отдыха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова